Перед тем, как мы начнем основной ролик, хочу порекомендовать вам один из конкурсов в группе ВКонтакте, ссылки оставлю в описании. Автор этого конкурса предлагает получить вам 200 рублей, по-моему, прекрасно. Все, что вам нужно, подписаться на группу, поставить лайк, сделать репост, включить уведомления и написать в комментариях под постом «Участвую». Розыгрыш произойдет тогда, когда в группе наберется 300 человек. В общем, советую вам подписываться на эту группу, в принципе, здесь можете заказать себе и персонажей, и валюту для Mortal Kombat Mobile. Ну, а мы начинаем ролик! Доброго времени суток, друзья! Вот и Mortal Kombat Mobile наконец-то появился у меня на канале. Многие спрашивают, где Mortal Kombat, почему не записываешь Mortal Kombat? Да ничего, собственно говоря, записывать в этой игре. Но, так как я имею слабость, скажем так, классическим персонажам, классические скины — это что-то такое, знаете, непередаваемое, это какие-то воспоминания чуть ли не из детства, поэтому я всегда прохожу классические испытания и всегда пытаюсь получить классических персонажей в свою коллекцию. И тут, как нельзя кстати, у нас проходит испытание на классического Кану. Я прошел уже обычную сложность, теперь у нас сложная сложность. Три последних боя я решил оставить на запись для ролика. Команду для прохождения последней башни подобрал, по-моему, очень даже замечательную. Стрелок Erna Black, Повелитель Душ, Ермак, Скорбная Китана. Скорбная Китана и Повелитель Душ дают нам по полосочке силы в начале боя, сразу же, моментально. И на стрелка Erna Black я поставил еще молот гнева, что дает нам сразу возможность провести X-Ray. То есть в начале боя у нас будет сразу же X-Ray. Кто, кстати, не знал о таком способе, велкам, я надеюсь, вы будете теперь этим способом пользоваться, чтобы сразу же на старте открыть себе X-Ray. Это действует только на представителей внешнего мира. Ермак и классическая, не классическая, какая она там, Скорбная Китана дают полосочки только лишь представителям внешнего мира. Так, слушайте, а что-то я как-то не совсем понял. А почему у Erna Black нет X-Ray? Ведь Ермак дает полоску, Китана дает полоску, плюс молот гнева. Это должен быть рентген, без вариантов. Почему так получилось? Почему только у Ермака Оринген? Непонятно. Может, я что-то забыл? Может быть, Ермак только себе полосочку силы дает в начале боя? Как интересно. В общем, сейчас мы закончим этот бой, и мы, естественно, вернемся назад, посмотрим на пассивную способность. Зачем вернуться назад? Начинает с одним очком силы для всех представителей внешнего мира в отряде. Ну вот, это очень важно, как бы. Так, Акитаночка. Все союзники из внешнего мира в отряде начинают с одним очком силы. Ну вот, пожалуйста, как бы, все ясно, понятно. Две полоски силы у нас уже есть, плюс молот гнева. У Erna Black должен был быть рентген. Странно, а где рентген, почему его нет? Erna Black у нас же внешний мир? Или ему поменяли классы, я не обратил внимания. Сейчас посмотрим. Слушайте, как интересно иногда бывает в этой игре. А может быть, это очередной баг? Да нет, вроде вот он, Erna Black, внешний мир. Молот гнева стоит же на Erna Black у нас. Стоит Erna Black. Где мой X-Ray? Вот в чем вопрос. Как интересно. Угу, ну сейчас еще один бой. Посмотрим, может быть, это просто в предыдущем бою что-то заглючилось, что-то не так пошло. Но хотелось бы, конечно, X-Ray, потому что я планировал использовать X-Ray Erna Black в бою с боссом Кану. И сразу так прекрасно ему поднавалять. Но что-то пошло не так. Нет одна полоска силы. Почему-то Erna Black получает бафы только от молота гнева. А почему так? Непонятно. В то же время и Китана, смотрите, она тоже с одной полоской энергии всего. Хотя Ермак должен давать, по-моему, полоску энергии своим союзникам. Может быть, Ермак получает. Начинает с одним очком силы для всех представителей. Да нет, тут все написано правильно. Раньше Ермак давал одно деление шкалы силы всем, помимо себя. Что произошло, непонятно. Но я давно этой командой не играл. Еще задолго до обновления 2.0, последний раз, я играл этой командой. Может, конечно, что-то поменялось. Но, по идее, не должно было. Пассивки-то по-старому звучат. А значит, и старый эффект должен был быть. Но почему-то, почему-то эффекты обновленные. Непонятно, почему так. Ну все. Значит, вот так и в таком составе мы проходим до конца уже. Нет X-Ray и бог с ним. Есть X-Ray у нас у Ермака. Непонятно только, почему только у него. Ну и ладно. И бог с ним, мы и без X-Ray от Эрона Блэка тоже прекрасно справляемся. Эрону Блэку достаточно использовать свой второй спецприем, и все будет замечательно. В вашем отряде должна быть Китана. Только золотые персонажи Кану наносят больше урона. Наносят больше урона, непонятно когда. Критический урон увеличивается по ходу битвы. В принципе, не так страшно. Босс достаточно легкий. У него не так уж и много атаки. У него достаточно мало ХП по сравнению с другими боссами. 53К ХП это ничего практически. Это практически ноль для босса. Поэтому вы можете не бояться. Босс несложный. Гоу проходить испытания. В общем, на классического Кану. Тем более, что классический Кану это... Я, наверное, не побоюсь даже сказать, что это лучший Кану в мире Mortal Kombat Mobile. Ну что? Второй спец. Все. 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 Что здесь еще можно комментировать? Вот вам и босс. Вот вам и босс. Мы, знаете что, мы дольше идем к этому боссу, чем проходим его. В моем понимании, босс финальный должен быть мега сложный. С какими-нибудь модификаторами сложными и так далее. Но почему-то в Mortal Kombat Mobile этого не происходит. Есть, конечно, интересные боссы. Такие, как, например, тот же самый Эрон Блэк со своей рулеткой смерти. Но тут традиционно уже мы получаем карточку снаряжения тематическую для Кану и еще одно слияние для классического Кану. Он у меня первого уровня. Кстати, забыл вам рассказать. Это мой самый-самый-самый-пресамый первый аккаунт, на котором я начинал играть в Mortal Kombat Mobile. Почему я его забросил? В какой-то момент, когда я получал награды за войны фракции. Те, кто давно играют, они помнят, что такое могло произойти. У меня игра вылетела в момент получения наград за войны фракции. И когда я зашел обратно, у меня просто зациклилось получение наград за сезон войны фракции. Таким способом у меня накопилось миллион тысяч душ, монет. Монеты я уже потратил, но монет тоже было прилично. И у меня эта процедура происходила постоянно, когда я заходил в игру. От этого невозможно было избавиться. Я писал и в поддержку, и ничего, никаких ответов я не получил. За исключением того, что почистите кэш, перезагрузите устройство. В общем, мне ничегошеньки не помогало. И вот, когда вышло обновление 2.0, через какое-то время я вспомнил про свой старый аккаунт. И решил зайти посмотреть. Думаю, ну а вдруг что-то поменялось? Вдруг я теперь могу наконец-то попасть в него? И, о чудо, это произошло. Награды, слава богу, мне перестали выдавать. А так как у меня много было душ, я немножко пооткрывал паков. МК-11, когда у нас были скидочки тут совсем недавно. Мне там далека, но Кунлао фокус... Ой, не фокус, как он? Кулак шаолиня. Поэтому у меня есть немножко представителей из новых, скажем так, испытаний на аккаунте. Вот, чтобы никто не спрашивал, как ты накрутил, что ты накрутил и так далее. Идем на три боя буквально, чтобы посмотреть, что делает Кану. Я не заходил в описание персонажа, потому что я пассивную способность помню так, чтобы не затягивать ролик. Я вам скажу ее просто так, словесно. Значит, когда персонаж, противник блокируется, у Кану есть шанс оглушить его взамен на его блок. И когда у нас противники оглушены, у Кану повышается вероятность нанесения критических атак. Как-то так. Пассивная способность достаточно спорная, но в силу того, что у нас Кану не такой уж многочисленный представитель в МК Мобайл, версий этого персонажа не столь много. Эта версия по праву считается лучшим. Кану в мире Мортал Комбат Мобайл. Хочется, конечно, посмотреть на действия пассивочки, но как-то персонажи-то у нас не блокируются особо. Давайте вынесем рептилию. Нам тут ни к чему. Обратно ставим Кану. Вот знаете, иногда бывают такие периоды, когда противник просто постоянно стоит в блоке. А иногда, вот как сейчас бывает, что просто они вообще отказываются ставить блок почему-то. И пользователь под ником Бойко просто, вот как вы видите, точнее его боты просто на два счета выносятся. Все, первый бой закончили. Победа. Well done, вы победили. Продолжить. Я, кстати, в последнее время практически вообще не играю в Мортал Комбо. Да я вообще в него не играю, за исключением того, что вот я зашел пройти испытание, записать ролик, потому что опять же просили подписчики, которые на мой канал подписались из-за Мортал Комбат. И мне тоже для них нужно снимать что-то. Привет вам, Мортал Комбат жив на моем канале. Так вот, я практически не играю, потому что делать в игре нечего. Вроде бы вышло обновление 2.0, и все ждали, что игра вот-вот получит новое дыхание. Но как-то она опять застоприлась больше двух месяцев уже у нас с предыдущего обновления. Ничего нового в игре нет, никаких новостей нет, никаких тизеров обновления. Конечно, можно предположить, что обновление у нас будет по завершению испытания классического Кано. Но я вам хочу напомнить о том, что, к примеру, когда продлили испытание с Соней, классическое, по-моему, в общем, как-то Соня была в испытании, если я не ошибаюсь, перед предыдущим обновлением. На почту игры приходило сообщение о том, что испытание продлено в связи с тем, что грядет последующее обновление. В данном случае такого сообщения до сих пор не пришло. Сегодня у нас уже суббота, испытание заканчивается во вторник. И, конечно, можно предположить, что обновление 2.3, или 2.2, я не помню, должно выйти во вторник. Со вторника на среду должно появиться. Но, к сожалению, это никому достоверно неизвестно. Второй спецприем должны мы разблокировать и посмотреть. X-Ray стандартный, не будем на него смотреть. Все его давно видели, все его давно знают. Кровавые рубины получить. 3000 монеток получить. Замечательно. Но вот как-то жаль, что у нас до сих пор ни разу не высветилась пассивная способность. То ли ее порезали? Непонятно. Есть еще один бой у нас ее проверить. Но пока что, как вы видите, она у нас ни разу не подействовала. И как-то это прискорбненько несколько. Несколько это прискорбненько. Готовы? Бой. Файт. Пчелиная матка. Девора. Заблокируйся, пожалуйста. Вот как вынудить ботов поставить блок? Такое ощущение, что они не ставят блок, потому что здесь как раз-таки классический Кану, который... Вот. Оглушение. Оглушен. Подействовала пассивная способность. Сейчас у нас должны были полететь криты. Ну, в принципе, были. Вот они опять. Красные циферки. Но, в принципе, неплохо. И я рад, что хотя бы в третьем бою у нас удалось посмотреть на пассивную способность классического Кану. Классического Кану. Классического Кану. Добили. Ну, как вы видите, в принципе, мы сражались исключительно Кану, за исключением первого боя. Там я сменился на Бараку. Ну, а так, по большому счету, этот персонаж умеет абсолютно самостоятельно сражаться. Если ему подобрать более достойную команду, чем которую я подобрал, потому что я подбирал, чтобы они приблизительно одинаковые были на старте. Я думаю, этим персонажам можно спокойно, приспокойно разваливать вражеские команды. В общем, сегодня мы смотрели классического Кану. Это, мягко говоря, не новый персонаж. Но, как я уже говорил, меня очень привлекает в Mortal Kombat Mobile классические скины, классические персонажи. Поэтому я решился записать ролик. Тем более, и вы просили. Надеюсь, вам ролик понравится. И если меня сейчас кто-то смотрит, кто не смотрел ранее, я думаю, можно нажать на кнопочку подписаться и поставить палец вверх. На этом я с вами прощаюсь, друзья мои. До свидания, до новых встреч на канале Mobile Gameplay. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok